Здравствуйте, житель, гости города Садыка. Вот сегодня прошли публичные слушания по внесению изменений в части правил по содержанию территории, докладывал у нас начальник отдела МОК Данила Денис Юрьевич. И по вопросам благоустройства пользователей пляжей наших, понимаете, докладывал начальник отдела курорта туризма Емцева на Левитову. Ну, честно говоря, я как вчера узнал, что только два вопроса будут разбираться, поэтому, когда я перебрал замечания по всем правилам на пяти страницах, я сожалею, что они не рассматривались, даже за них никто ничего не вспомнил, да? Но, тем не менее, я успел сегодня с утра пару часов поработать, предъявил вопросы, написать на двух страницах замечания, и пытался обстоять эти вопросы в процессе дискуссии, потому что ни один из присутствующих больше ничего искренне видел, и пусть замечаний не принес. Тем не менее, замечания были записаны, там секретарем записывались предложения, я свои передал. Ну, что, как бы, в чем вопрос основной? Вопрос в том, что пользователи пляжей должны, понимаете, отвечать за все. Взять благоустройство, содержание, понимаете, надлежащиеся, все эти вещи, ну, это настолько большие объемные работы, что конкретно узнать, где, как, невозможно. Вот, например, никто не может знать, а что в договорах написано после пляжа, что он должен на пляже делать, нету. Я должен идти, значит, в отдел торговли, то есть в отдел туризма, просить их, они покажут документ, ну, кто это будет делать. Оперативная информация о том, что должно висеть на стенде, нет, нельзя это обращать, ну, что страшно. К основной моменты можно было копии вывесить, и могли были на какой-то доступности. Ну, принято наше предложение о том, чтобы служба ЕДС, все-таки служба ЕДС, принимала вопросы, касающие работы на пляжах и территориях, потому что много вопросов, требующих участия их тоже. Это служба наша городская, мы их финансируем, пускай работают, там есть люди опытные, уже, конечно, не вполне способные, по линии горячей линии, вот эти вопросы решат. Ну, много вопросов возникло в доступности для наших инвалидов. Ну, там инвалидов много, виды инвалидов. Ну, те же колясочек, то есть закон говорит о том, что должно быть доступность от тех же колясочек, чтобы покупаться на море. То есть, теория есть, теория прописана, а по факту нет. Вот, может, пятый год, все обещают сделать что-то как-то, чтобы предприниматель поставил оборудование, но опять это никто не хочет ставить. Ну, в таком случае, ну, если закон не исполняется, зачем-то нужно эти права. Давайте уберем, что мы не способны сделать, как весь мир делает, как делает, где по Туре, как делает Саки, мы просто не способны это сделать. Я мало верю, что фирма Бусуль, например, Ковля, не сможет какой-то пляж оборудовать нормально, понимая, доступности людей для купания инвалидов. Я бы сказал, что все инвалиды, которые едут к нам, отдыхают и помогают, так сказать, пропагандировать наш город-седак. Вот, надо, ну, мало ли говорить, что мы не можем, мы не знаем, где нет, нет, надо захотеть попытаться. Ну, сколько можно говорить, что мы не можем обеспечить оборудование для слива ног, что мы не можем повесить куртку санитарную, понимаете, с клапаном, в раздевалке, чтобы, блядь, женские прелестисти зерцать. Ну, сколько лет, 10 лет пишет одно и то же, уже в Володе, сидит в другой должности, а в его редакции до сих пор отписки идут. Ну, мы же никогда курортную привлекательность так не достигнем, понимаете? Ведь прогресс идет, нельзя быть нормативным, там, 55-го, 65-го, там, 45-го года или 37-го года, ну, это же смешно. Потому что наше ответственное обязанность администрации, чтобы достичь курортного привлекательности нашего курорта Судака, наших сельных пунктов, прибрежных и всего прямо в целом. Единственные нужны инициативы, желание и что-то нужно изменить в лучшую сторону. Да, и надо взять, возможно, какие-то услуги дополнительно, иначе им кирпу берет в обслуживание пляжей. Ну, я делал предложение, чтобы, прежде чем пляжи сдавать в аренду, там, на конкурс выставлять, ну, это перечень, создать основных, перечень работ обязательных, когда должен арендатор или пользователь эти работы выполнить. Обязательно. Кирпичные должны быть сделаны. Они не обсуждаются, что можно сделать. А потом уже, в пределе конкурса, да, тот, кто участвует в конкурсе, может произвести более серьезные вещи и победить конкурсы. Вот тут была дискуссия, ну, я не знаю, право, не право, но я считаю, что право. Должны быть по всем пляжам, что мы сдаем в высоте конкурс, должна комиссия, там, где-то комиссия, ставить тысячи обязательных работ, и необходимо сделать этот пляж, чтобы начал функционировать. А потом дополнительно, чтобы воевать на кроссе место, пожалуйста, предлагайте более высшего уровня этих вещей. Снова как обрубление для инвалидов, для дистанции, ну, и много чего такого же, чтобы людей привлекать на кирпляжи, и чтобы на нем могли себе заработать, были совметы. Но вопрос важный о том, что территорию общего пользования, да, они стали, понимаете, 40% всего, с этим я не согласен. А самое главное то, что территорию общего пользования выносится стоянкой всех маломерных судов, понимаете, водных моторных судов, зоны запрета доступа к классистам водомоторных, и получается, что все, что не нужно, все скидывается на те же общего пользования, и мы говорим, что это хорошо, да не хорошо это, понимаете. Поэтому, ну, это есть вещи, понимаете, нужно корректировать, не все должно выноситься. Ну, хорошо, предложение о том, что зоны там посадок на водомоторный транспорт, да, он должен отдельно находиться от пляжных зон, отдельно. Это нормальное предложение, да, я думаю, добрее. Я считаю, это нужно, когда он пойдет, потому что то, что произошло в эти годы, в те годы, это совершенно не годится. Как просто трюкпаристов, понимаете, да, без трюкпаров трудно найти людей бананы заполнить, самый доходный бизнес, ну, извините, там пора, они с ума сводят, люди, которые, например, от цивилизованных стран, понимаете, не понимают, как это можно, рука дойдет, людей просто с ума сводят, они утекаются от пляжа. Ну, есть многие формы доступности информационных, там, догручивая строка, что угодно, ну, такого свидетельства пустить, там, да, нормальное децибелло, кто будет децибелло лень, у нас, честно, находится в нигде Кеодосии, ну, то есть, понимаете, нельзя ради бизнеса гробить то, что должно быть привлекательно в наших пляжах. Вот такие вопросы, понимаешь, они засмотрелись, я думаю, не знаю, что будет в итоге случая, будут первых члены, но если будут члены, ну, это хорошо, если есть члены, конечно, тогда вообще никто не придет на эти публичные службы. Как я и просил, ни по предприятий организации пришли только два депутата и руководителя, это Пацевал пришел, и Золотовецкий, который персонально пригласил. Все остальные руководители Агрессова, Доконава, все, даже, вот, репортажи приглашал, они не пришли. И письменные предложения никто к нам не придется. Вот такое, вот, я, понимаете, непонятное участие, как и на выборах. Никому что-то ничего не надо, все думают сегодняшний днем, заработаем, переспим зиму, а весной опять начнем работать, мне не годится. Мне уже менять стиль работы, на всех уровнях. Поэтому и много садов депутатов, которые будут работать, на эти внимания обращайте внимание. В межсезонье многие работы делаются предупредительные, понимаете, чтобы сезон были готовы предупредительно, они потом в горячкой спешке, в июне-в июле все это догоняли, недопустимо. Пора с этим заправедом заканчивать. Вот такие вопросы. Поэтому прошел следующий раз, вот сейчас идет подготовка с общественным обсуждением ПЗЗР, да? Это очень серьезный документ, понимаете, да? Там серьезный вопрос касается, это правило застройки землепозивания. Боже, это буквально второго человека нашего, жителя города, касается вопрос, понимаете? Это вот, как вы посмотрите, время рассмотреть, почитать, нести предложение. Зависит от того, как потом вы будете бегать и, понимаете, жалеть, почему вы не принесли предложение, и почему вы решили себя спокойной жизнью и спокойно в своей собственной обществе движивать землю, все эти вещи. Подопрошение, вот суды идут все остальное, да? Большие деньги выкидывают в стороны. А в предложении собраться люди опять, в 20 человек, никаких предложений не будет. А потом будем сами сажаловаться. Но никто не будет. Спасибо за внимание.